Я уже как-то говорил о том, что перед тем, как браться за изучение науки логики, очень неплохо было бы взять и почитать социальную диалектику Михаила Васильевича Попова. Она потоньше книжечка, поменьше и рассказывает о науке логики. Это вот только одна книжка, там ещё вторая у меня лежит. Более понятным, более современным языком, более доходчиво. Но с чисто научной точки зрения, конечно, надо изучать прежде всего самого Гегеля. Сегодня мы поговорим о другой книжечке. Это пособие для изучения науки логики Гегеля. Автор тоже Михаил Васильевич Попов. Перед тем, как рассказать об этой книжечке, чтобы быть объективным, я её поругаю как следует, покритикую. С чего начнём? Здесь всего лишь 99 страниц, да, то есть очень тоненькая такая, больше похожая на тетрадочку. И напечатана она такой же бумаги, как тетрадочка. Шито маленькими двумя скрепками. Мы в школе на уроках труда что-то подобное делали. Для детсадиков сшивали книжки. Вот наш класс таких книжек мог наделать, наверное, весь выпуск за пару уроков труда. Почему за пару уроков я не хвастаюсь. Тут буквально тираж этой книги всего лишь 500 штучек. То есть тираж очень маленький. Переплёт обычная самая бумага, самый простой, самый банальный. Ничего хорошего, выдающегося. Это вам не толстый, нормальный переплёт, который удобно брать в руках. Если внимательно посмотреть, то рез странички плохо, очень срезаны, неровно. То есть, ну, оформление хромает. Кроме самого оформления, есть ещё вопросы к тексту. Тут видно, что произошёл сбой какой-то. Или редактор проморгал, или ещё что-то. Здесь есть ошибки. Грамматические, пунктационные. Меня, допустим, очень бесит именно тот момент, что многие предложения и слова между словами промежутки, где используются пробелы, прямо видно, что использовано 2-3 пробела. А иногда вообще нет одного пробела. То есть, очень нехорошо и неудобно читать. Но, как следует, поругав данную книжку, надо всё-таки сказать что-нибудь хорошее. Почему я её рекомендую почитать? В ней точно так же, как и в социальной диалектике, расписаны категории основные диалектические. Как они выводятся? Только в отличие от толстой книжки. Это такая маленькая, тоненькая. Читать её отдельно нет никакого смысла. Это именно учебное пособие. То есть, перед тем, как взяться вот за эту книжку. Берёте, читайте первую главу здесь. Потом три главы здесь. И так дальше. Главу отсюда, три последующей главы из науки логики. Это краткое пояснение, помогающее вам более детально и более подробно разобраться в науке логики. Как к ней подходить и что в ней написано. Например, первая глава. Если мы берём первую главу способия, там прекрасно, доходчиво, современным языком объясняется, что такое дурная бесконечность и истинная бесконечность. Чем они отличаются. У Гегеля «Дурная истинная бесконечность» это конец второй главы. Там, мягко говоря, количество текста, разъясняющих эти категории, достаточно объёмный. При этом на первый взгляд читаешь, вроде бы понятно, доходчиво. Прочитал, вроде всё понял. Но вот когда конспект пишешь, начинаешь задумываться, что есть написать-то в конспекте. Как в конспекте написать определение, что такое истинная бесконечность и что такое дурная бесконечность. Берёшь, перечитываешь ещё раз. Не понимаешь. Перечитываешь второй, третий, четвёртый раз. Вопросов становится только больше. Идёшь потом на кружок по диалетике. У нас, кстати, в Владивостоке такое проводится. Можете записаться, ходить, изучать вместе с нами данную книжку. Очень рекомендую, опять же. Кружок не частый, не напряженный. Раз в месяц. Раз в месяц пришли, послушали, рассказали, что поняли. Поспорили с теми, кто понял, это не так. То, что вы прочитали. Вот. И перед тем, как раз разобраться с этими категориями, с дурной бесконечностью и истиной бесконечностью, очень полезно почитать эту книжечку. Тут дурная бесконечность. Истинная бесконечность разобрана буквально в двух предложениях, прямо на пальцах. Настолько доходчиво и просто, что я даже не знаю. Можно было бы, конечно, сказать, что можно вот эту прочитать книжку, а за эту потом даже не враться. Но, к сожалению, это не так. Несмотря на то, что здесь категории выводятся очень легко, просто и доходчиво, они не момент изучения, данной брошюрки, они вам не раскроют сам способ мышления. То есть, как прийти самому, дойти до мысли о том, почему одна бесконечность дурная, а вторая истинная. Вот. Чтобы последить полностью всю структуру логическую, как идёт доказательство, как выводится эта категория, почему так и не иначе, надо обязательно, конечно, читать Дегеля. Он в рассуждениях вместе с остальными... философами того времени, которое он собрал, на которое он ссылается, с которыми он в споре дискутирует и приводит их, так сказать, труды, он все эти категории выводит именно как научные. То есть, это научная книга строго по выведению категорий. Эта книжечка вам поможет приготовиться перед тем, как изучать эту. То есть, одну главу отсюда, три главы отсюда. Если для вас философия достаточно сложный предмет, непривычный, вы с ней не сталкивались, то всё-таки перед изучением науки логики я порекомендовал бы взять социальную диалектику. Благо, она есть в интернете. Ссылочка будет под роликом. Можете скачать, почитать. Читается очень легко, быстро, просто. А то вас займёт вечер максимум два. Книжка небольшая. На этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok